Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarket с торговыми идеями, в котором каждый день, в том числе и выходные, мы постим, размещаем конкретные торговые рекомендации вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня мы подводим итоги очень важного вчерашнего дня, когда вниманию трейдеров были представлены протоколы последнего заседания американского регулятора. Собственно, как и ожидалось, это событие дало больше условий и оснований для покупки американской валюты. И сейчас индекс доллара продолжает развивать устойчивое восходящее движение и прямо вот в данный момент котируется на отметке 104.32. Мы, конечно же, рассчитывали на то, что американская валюта сможет получить более весомую и солидную поддержку фундаментальную и прорваться выше 105 пунктов. Но, честно говоря, даже при тех котировках, которые мы видим сейчас, я особо не расстроен. Я убежден, что тест 105 – это вопрос ближайшего времени и вполне возможно, что после выхода очень важных макроэкономических релизов, в том числе и сегодня, когда нашему вниманию будут представлены годовые данные по ВВП США за четвертый квартал, индекс расходов на личное потребление, в пятницу еще личные доходы, личные расходы. Это тот фонд, который может стать дополнительным бустом для ускорения восходящего движения американского доллара. Давайте подробнее. Перед тем, как вышли протоколы, я хочу вам напомнить, что буквально за день до этого у нас была возможность проанализировать очень сильный блок макроэкономической статистики из США в виде индексов PMI в сфере услуг и производственного сектора. По всем компонентам сфера услуг выросла, по всем компонентам положительная динамика, в частности, индекс PMI в сфере услуг скакнул до 55, выбрался на территорию роста. Производственный сектор пока чуть отстает, но здесь тоже положительная динамика есть. Рост до 47,8 с 46,9. Если объединить эти индексы, получится составной индекс, который тоже вышел на траекторию роста, превысив 50. Фактическое значение составного индекса 52. Такая статистика еще больше усилила инвесторские предположения и ожидания того, что абсолютно уместно в текущих условиях сохранять ястребиный курс денежно-кредитной политики американского регулятора. С этим абсолютно согласен и рынок долга казначейских облигаций, потому что десятилетки сейчас 3,92% доходности. Если мы посмотрим на бумаги с более короткой экспирацией, двухлетней облигацией, то они и вовсе перевалили давно уже за 4%, котируетесь на уровне 4,5%. Это значение соответствует максимуму практически за 15 лет. Можно здесь небольшую ремарку вставить, поскольку вы наверняка знаете, что облигация это главный конкурент золота. Золото сейчас проигрывает этому сектору бумаг этих активов, потому что не может дать такую доходность. Золото снижается, остается под давлением, рынок облигаций, сверхнадежных инструментов продолжает генерировать прибыли и профит тем, кто в эти облигации вкладывается. И накануне я уже сделал акцент на то, что, друзья, вот элементарный, обычный экономический прагматизм сейчас все-таки оставляет трейдеров именно в рядах покупки казначейских облигаций. Золото теряет клиентов, трейдеров, инвесторов, и это все сказывается негативной динамики снижения к той цели, которую ранее мы обозначили, 1800 долларов за тройскую унцию, сейчас котировки 1828. Но помимо роста доллара, помимо положительной и довольно уверенной восходящей динамики доходности облигаций, еще хочу обратить сегодня ваше внимание на индекс настроения, на сантимент. Раньше мы его не трогали, потому что не было хороших сигналов, которые позволяли бы нам однозначно сказать, что сейчас идеальные условия для покупки либо продажи. Сейчас соотношение покупателей и продавцов снова достигло так называемых экстремов уровней, когда нужно принимать решение о входе в сделки. 70-30-70% трейдеров, а маркетс золото сейчас покупают. Вы это можете увидеть сами в личном кабинете через анализ сантимента. И меньшинство сейчас на стороне продаж, и я предлагаю вам как раз побыть на стороне меньшинства. Вернемся теперь к курсу доллара. Еще есть пару моментов, на которые нужно обратить ваше внимание. Это протоколы, которые в принципе дали нам ровно то, на что мы рассчитывали. Американский регулятор склонен и дальше бороться с высокой инфляцией теми инструментами, которые есть в его арсенале. Ну, это инструмент, пожалуй, только лишь ключевая процентная ставка, поэтому вероятность повышения ставки на трех ближайших заседаниях возросла еще более значительно после выхода на протокол. Буллард вчера дал интервью CNBC. Мы, в принципе, уже слушали Булларда на прошлой неделе, когда он коснулся темы, что ставки нужно повышать, но в этот раз он был конкретен. По сути, он взял за тезисы выступление, которое мы слышали от главы ФРБ Кливленда, Лоретта Мейстера, неделю назад. И Буллард также подтвердил, что по его мнению, ставка должна на мартовском заседании быть повышена на 50 байсных пунктов, потому что только в этих условиях будут созданы необходимые условия, как бы рамки для последующего снижения инфляции к целевому уровню. Он за то, чтобы дезинфляционный тренд, конечно же, стал устойчивым, но, к сожалению, по его мнению, при текущей политике вот этого умеренного замедления темпа повышения процентной ставки и при сохранении ставки ниже 5% инфляцию не удастся сбросить вот с тех экстремальных уровней, на которых она находится сейчас. Все это, друзья, говорит о том, что ставки будут расти, вместе с ними будет расти курс доллара, поэтому ждем индекс американской валюты выше 105, а золото в районе 1800 долларов за тройскую лунцию. Помимо данных по ВВП, которые мы ждем сегодня в США, они выйдут в 13.30 по GMT. Обращаю ваше внимание, что в 16.00 будет еще статистика по запасам нефти США и в 23.30, ну, фактически уже с переходом на азиатскую сессию пятницы, завтра с утра мы поговорим. Это отчет по инфляции в Японии. Пара доллар-иена сейчас котируется на отметке 134.78. Ждем сегодня подтверждение значительного роста инфляции. Я думаю, что 4.5% точно будут. И от Банка Японии сейчас требуют решительных действий в борьбе с инфляцией, потому что она реально существенно превосходит те цели, которые ранее были обозначены. Фактически, если чуть-чуть повизуализировать, и уже как будто мы знаем то, какой инфляция была в прошлом месяце. 4.5% и цель 2%. Вы видите, какой серьезный контраст. И я прямо настаиваю на том, чтобы японский регулятор взял дело под контроль. Возможно, даже с Куроды или после того, как в апреле его сменят уеды. Кстати, в пятницу, то есть уже завтра в парламенте будет окончательно одобрена его кандидатура, и нас ожидает первое его публичное выступление. Очень интересно будет послушать, в какой позиции придерживается он. Оставляю в качестве возможности отработки сценария того, что пара доллар-иена может развернуться и довольно неплохо уже до конца этой недели. Американский фондовый рынок S&P 4017 пунктов low был 3983. Мы ждали теста поддержки 4000, так оно и произошло. Я думаю, что начало развития нисходящей динамики уже заложено. Дальше просто будем следить за тем, как этот нисходящий тренд продолжит развиваться и на перспективе. Фунт против доллара 1,2058. Ждем снижения ниже отметки 1,20. При таком ускорении, которое получает в последнее время доллар, снижение рисковых инструментов еще на пару фигур – это вопрос ближайшего времени. Поэтому цели по паре фунт-доллара – это уже 1,18-1,19. По европейской валюте это целевой ориентир в районе 1,05. Рынок нефти сегодня следим за запасами, поскольку этот релиз напрямую повлияет на каткосрочную динамику. Пока что Brent держится выше 80 долларов за баррель, я думаю, что особо паниковать не стоит. Если произойдет закрепление Brent ниже 80 долларов за баррель, тогда будем уже думать, стоит ли нам отказаться от ожиданий роста рынка черного золота. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!